Ассоциация инновационных регионов России традиционно присутствует на всех российских форумах, которые организуются. Это, безусловно, основной Санкт-Петербургский форум, форума Сочи, Владивосток, Кайдаровский форум и так далее. И наша основная задача – это продвижение проектов наших субъектов, членов ассоциаций. Поэтому у нас очень активная площадка наша форумная. Мы подписываются соглашения, проводится огромное количество переговоров. Ну и происходит, конечно, то, ради чего организуется это мероприятие. Это переговоры, закрытые встречи как губернаторов с представителями бизнесов, с инвесторами потенциальными, так и встречи членов нового кабинета министров с губернаторами для обсуждения повестки и исполнения указа президента от 7 мая. Поскольку мы являемся ассоциацией, которая объединяет все-таки 14 разных совершенно субъектов Российской Федерации, но у нас постоянно подписываются какие-то соглашения. Причем примечательно то, что не только губернаторы, руководители субъектов, членов АИР, но и в частности будет подписано соглашение Российско-Французского университета на стенде АИР. Для нас это очень приятно, которое, в общем, формально никакого отношения к регионам не имеет, но тем не менее происходит у нас, потому что мы вовлекаемся не только в инновационную деятельность, но и любую деятельность, которую может продвигать проекты наш субъект. Завтра у нас состоится встреча заместителя представителей правительства Татьяны Голиковой с некоторыми губернаторами ассоциаций. Встреча будет за закрытыми дверями, и там будут, безусловно, обсуждаться вопросы повестки на ближайшее время по социальной политике для регионов. Эта встреча очень важна, но, собственно, форум для этого и существует, чтобы такие встречи проводить. Вообще, конечно, я об этом каждый раз говорю, что главное на форуме это кулуарное общение, то, что происходит не на панельных дискуссиях, которые, безусловно, интересны, а то, что происходит в коридорах и на стендах в переговорных комнатах. Мы видим, безусловно, что формат общения и желание общаться инвесторов наших зарубежных партнеров с регионами несколько снижается, но это снижается из-за боязни, в первую очередь, наших зарубежных инвесторов самим попасть под санкции за взаимодействие с Россией. С точки зрения инвестиций или эффекта от инвестиций, Россия по-прежнему остается самой привлекательной с точки зрения иностранных инвестиций страной, потому что у нас хорошая маржинальность, у нас относительно дешевая рабочая сила, у нас сейчас кардинально поменялась ситуация в субъектах по взаимодействию с регионами, потому что если раньше, несколько, там, 10 лет назад инвестор бегал за губернатором, то сейчас ситуация наоборот. Губернатор бегает за инвестором и предлагает много различных преференций, поэтому с нами работать сейчас, с нами, я имею в виду, с Россией, работать сейчас гораздо выгоднее. Но, к сожалению, те, кто эту выгоду понимают, находят какие-то решения. У нас есть несколько кейсов, когда в одном из наших регионов в прошлом году американские компании вошли тремя заводами, несмотря на санкции. Ну, просто нашли способ это решить, вот эту, к сожалению, санкционную политику, недружественную в отношении наших субъектов. Но, вы знаете, я часто беседую с различными зарубежными компаниями, все отмечают о том, что если бы не политика, то инвестиции в Россию бы, конечно, сильно увеличились. Список регионов у нас пока до этого года не расширялся. Я не исключаю, что либо в конце этого года, либо в начале следующего года мы примем еще двух членов ассоциации. Во всяком случае, мы ведем активные переговоры. Не буду пока раскрывать, кто. Я думаю, что ротация в любом случае необходима, потому что деятельность наша, она связана уже не только с инновацией. Она гораздо шире. Действенность связана, в принципе, в лоббировании региональных проектов на федеральном уровне и наоборот, потому что федеральные проекты мы тоже стараемся в качестве пилотных проектов реализовывать именно в наших регионах АИР. Поэтому наше взаимодействие как с правительством Российской Федерации, так и с субъектами уже перешла вот эту грань просто инноваций. Это скорее эффективное развитие. У нас есть рейтинг, который мы ведем с 2012 года, рейтинг инновационных регионов России. Это основной рейтинг, которым пользуется Министерство экономического развития Российской Федерации для оценки инновационности субъектов Российской Федерации. Мы делаем этот рейтинг совместно с Минеком. Москва традиционно занимала первое место в этом рейтинге объективно, кроме этого года. То есть по прошлому году, по итогам 2017 года на первом месте у нас стал Санкт-Петербург. Но это произошло потому, что Санкт-Петербург вошел в перечень 12 кластеров лидеров, которые реализовывал Минэкономразвитие. Санкт-Петербург туда вошел, Москва нет. Но мы с Москвой взаимодействуем в формате каких-то обменной информации, обмена лучшими практиками. Потому что у нас по поручению администрации президента мы делаем проект «Лучшие практики регионов». Это проект для всех субъектов. Мы взаимодействуем со всеми 85 субъектами и всем даем бесплатную возможность взять самое лучшее, что есть у других. Но, вы знаете, это очень ценится. Вообще обмен опытом всегда ценился. И это часть нашей работы. Безусловно, межрегиональная кооперация, она существует и она развивается. И она не может не развиваться в нашей стране. Более того, я наблюдаю последние пять лет тенденцию, когда начинают не только ревностные какие-то действия происходить от одного региона к другому, но возникает уже кооперация. Этот проект очень дорогой, поэтому давайте мы его делать совместно. Это то, как должна развиваться наша экономика. И, конечно, Москва очень серьезный партнер для всех субъектов Российской Федерации, потому что здесь много есть чего интересного и хорошие практики во всех сферах деятельности и города, и региона. Москва очень сложно сравнивать с другими субъектами, просто потому что Москва очень богата. И те проекты, в которые Москва инвестирует деньги, равны трем бюджетам каких-то регионов. Поэтому не всегда это возможно, эту практику взять и перенести в какой-то субъект. Но что возможно перенести, это система государственного управления, безусловно, и вообще какие-то административные решения. Вот это вот здесь Москва, конечно, один из лидеров России, и мы взаимодействуем с ними именно в части госуправления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова